Матери сомнам Матери сомнамбулу подтвердила правильность ее диагноза. Хотя это событие произошло на глазах членов Академии, однако ни один из них не удовольствовался столь блистательным доказательством ясновидения сомнамбулу. Все они предпочли обозвать ее обманщицей и тем доказали, что отождествляли границы познаваемого с границами умственного горизонта своего. Итак, если мы не хотим, чтобы теории наши отставали от фактов, то мы должны признать, что находящиеся под психо-физическим порогом нашего сознания, наше «я», так называемое бессознательное, бессознательное не само по себе, а только относительно для нашего «я», находящегося над этим порогом, это лежащее за пределами нашего нормального сознания трансцендентальная половина нашего существа, находится в других отношениях к вещам, чем человек пяти чувств, и обладает другими, чем он, путями восприятия, равно как и измененными пространственной и временной мерами людей, находящихся в бодрственном состоянии. Но когда во сне и сомнамбулизме начинает сознаваться нами деятельность этих трансцендентального нашего «я», то его восприятие нередко принимает для нас аллегорическую и символическую форму, а также форму драматического раздвоения «я», что отнюдь не может служить для нас основанием к суеверному соприсчислению этих простых форм познания к реальностям, извлечено в сокращении из книги Дюпреля «Философия мистики» 1895 год. Врачебное предписание «Сомнамбул» К недоразвившимся сомнамбулам принадлежат средневековые бесноватые, причисленные тогдашние, ничего не знавшие о существовании сомнамбул-медицины, к одержимым нечистой силой и людям. Так, например, представляющие отличительные черты сомнамбулизма, предсказания хода своей болезни и прописывания себе лекарств производились аннабергскими беснующимися детьми, о которых считаем следующее. Сильное беснование детей начиналось страшными корчами конечностей и всего тела. Часто у них прекращалось дыхание, и тогда они находили и требовали себе лекарства, по приеме которого чувствовали моментальное облегчение. Как они страдали бы, и когда прекратились бы их страдания, если бы им не было дано лекарство, это они знали наперед. Лекарства прописывали себе и унтерцельские бесноватые монахини, игуменя которых Мария и Рената была как ведьма сожжена в 1749 году. Что бесноватые могут говорить языком врача, это было известно и Тартулиану. Но так как он, согласно духу своего времени, мог приписать это явление только влиянию демонов, то он приходит к следующему очень искусственному толкованию его. Если демоны излечивают болезни, то это происходит только от того, что они не причиняют их. Из того, что приписанное имя лекарство помогло больному, выводят в заключение, что они вылечили болезнь, тогда как они только перестали причинять ее. Так как врачебное самопредписание делается сомнамбулы беспособными как к самосозерцанию, так и к определению чужих болезней, то уже в силу одного этого на способность прописывания себе лекарств надо бы смотреть как на последнюю ступень развития инстинктивной способности, а значит как на полный расцвет деятельности целебной силы природы. Один из замечательнейших примеров последовательного развития в человеческом организме этой силы служит история болезни мармитц, которую более 20 врачей в течение многих лет тщетно лечили от болезни сердца, но которая, сделавшись сама собой и самнамбулой, постигла свою болезнь, определила ее ход и вызвала вследствие исполнения своих собственных врачебных предписаний. Подобно знанию внутреннего строения своего собственного организма, врачебное предписание является у самнамбул результатом не абстрактного их мышления, но наглядного ими насквозь видения его. Во время глубокого самнамбулического сна совершается столь сильное перемещение порога сознания человека, что инстинктивное чувствование им потребности в лекарстве переходит у него в ясное его видение. Профессор Энне Мозер знал о дусамнамбулу, которая представление ее о лекарстве приняла образ большого, наполненного молоком ореха. Согласно ее описанию, он был величиной с головой и окружен волокнистым мясом. Только основываясь на точном описании самнамбула и дерева, догадались, что она видела во сне кокосовый орех. Выписали этот плод из гамбурга и стали давать ей его, вследствие чего она стала с каждым днем поправляться в здоровье. Тогда как абстрактное определение самнамбулами лекарства представляет редкое явление, даваемое имя описание его и указание на его врачебные свойства часто бывает столь определенным, что нередко его может угадать врач. В случае же возникновения сомнения самнамбулы часто требуют, чтобы им давали в руки лекарственные вещества, из которых путем простого к ним прикосновения выбирают для себя пригодные. И тем доказывают, что остающиеся у нормальных людей под порогом сознания воздействия достигают их сознания и возбуждают в них инстинктивную к себе склонность или таковое же отвращение. Самнамбула Вингольта говорила о своем лекарстве, что оно должно быть приготовлено из одной травы, растущей в находящейся за городскими воротами болотистой местности. Она описывает вид и величину этой травы, требуя, чтобы ее покрошили, отварили и дали ей этот отвар с молоком. Что касается примет травы, то она только и могла сказать, что на ней есть зерна величиной санисовые, каштанового света, морщинистые и вкусом похожие на перец. Из многих предъявленных ей семян она выбрала грана парадизи. В другом случае, когда никто не отгадал потребованную этой самнамбулой травы, она настоятельно просила уговаривать ее во время нахождения ее в состоянии бодрствования делать частые прогулки на вал, чтобы в последующем своем самнамбулическом сне она могла указать место, где должны были искать траву. Врач Бело говорит о самнамбуле, предписавшем больной употребление одного растения и объяснившем, что оно находится в лесу, в 400 метрах от такого-то дома под дубом. Самнамбула повели в лес, но там он не нашел такого растения. Вернувшись домой, он лег в постель, заснул и, проснувшись, сказал, что его надо было искать в северо-восточном направлении. Тогда отмерили от указанного им дома вышеозначенное расстояние и под дубом нашли искомое растение. Такую высшую ступень развития способности наглядно представление, при котором созерцается и местонахождение лекарства, приходится наблюдать очень часто. Одна самнамбула-пи-сигюра предписала себе употребление травы, назвать и описать которую ей не удавалось. Тогда она потребовала своего магнетизера, чтобы он во время нахождения ее в бодрственном состоянии отправился с нею в сад, в котором она при виде травы, почувствуя идея и инстинктивное влечение нарвать ее. Проснувшись, она, как это в большинстве случаев и бывает, все забыла, но затем во время прогулки по саду принялась сорвать одно растение, причем не могла дать другого объяснения такого образа своих действий, кроме того, что так ей нравится. И продолжала это свое занятие до тех пор, пока у нее образовался настолько большой пучок травы, что из него можно было приготовить прописанное ей в себе лекарство. Один самнамбул-пи-сигюра же определил расстояние местонахождения от своего дома последнего для него растения в одну милю полезного. Название же растения этого он не знал, а мог сказать только, что оно горькое. Другому своему самнамбулу по пробуждению его от сна, Пи-сигюр повторил его собственное предписание и сказал с его же слов, что куст, в котором должно быть набрано лекарство, находится от них в расстоянии одного часа, чем привел самнамбула в великое удивление. Одна самнамбула Рейхеля заявила, что лекарство ее находится в непосещаемой ей уже 8 лет аптеке на такой-то полке. Самнамбула Ремера прописывала себе все сама. Однажды она потребовала из аптеки лекарства, определила свет банки, в которой находилось оно, и занимаемая этой банкой на полке место в направлении справа налево и наоборот. Встретив в окружающих колебания в исполнении ее требований, она пришла в тревожное состояние, продолжавшись до тех пор, пока врач не пошел в аптеку за лекарством, и, найдя его целесообразным, не разрешил ей его употребление. Другое лекарство было потребовано ей из такой аптеки, которую она никогда не посещала, из покрытой пыли и паутиной фарфоровой банки. Когда врач принес ей два завернутых в бумагу лекарства, то по запаху она узнала свое. Из той же аптеки, истоявшей на 16-й ее полке банки, она потребовала лекарства, или одного из своих больных, а о самом же лекарстве могла сказать только, что оно густое и черное. За достоверность такого же случая ручается и карус. С увлечением ясности внутреннего пробуждения представление лекарства приобретает все большую определенность. Доктор Ганак сообщает, что один самнамбул прописал себе корень дегиля и одну траву черного цвета с продолговатыми листьями, но какую именно он не мог сказать, а указал гору, на которой он находится. Когда ему принесли с указанной им горы, то он сейчас же признал в ней уже не раз и прежде, являвшись ему во сне магнетическом растении. У одной больной врача Бенде возникло представление ее лекарства, мускусного порошка, так что сперва она увидела в своем сне невиданную ей до тех пор выхухоль из живота, выронившую ее лекарство, и описано ей так, что она светло-каштанового цвета, величиной с маленькой козулю. Следующий самнамбулическом сне, следующий, больной, это ее представление приобретает большую ясность. Мускус выпадает уже из сумки выхухоли, несмотря на то, что до того времени она говорила в бодрестном состоянии своем о мускусе, как о растении. Нередко самнамбула созерцают в образах и самое лечение, которое должно быть над ними предпринято. Одна самнамбула, увидев во своем сне, что на груди ее делает свое дело десять пиявок, сообщила об этом своему магнетизеру, а тот воспользовался ее сообщением. Другая самнамбула увидела в своем сне, что врач ее, для извлечения ее от глухоты, магнетизирует в теплой воде ее ногу. Когда она рассказала ему об этом видении своем, то он воспользовался им и воспользовался, как оказалось потом, с полным успехом. В этом отношении, как и во многих других, очень замечательной была самнамбула Гэддока Эмма. Однажды к Гэддоку пришел один господин, дочь которого страдала не поддававшаяся никакому медицинскому лечению болезни мозга, и попросила у него для нее совета Эмма. Причем при нем была в качестве посредника магнетического отношения только бумага с карандашными набросками его дочери. Гэддок дал Эмме эту бумагу и спросил ее, может ли она указать на сделавшую наброски личность и описать состояние ее здоровья. Она скоро указала на дочь господина, принесшего Гэддоку бумагу, и в точности описала как наружность симптома болезни ее, так и внутреннее состояние ее мозга, в котором одном, по мнению ее, заключалась причина недуга. Порекомендовав различные месмерические пасты, сам нам было указывая на потолок комнаты воскликнуло «там находится то, что вместе с месмеризмом вылечить девушку». Затем она сказала, что лекарство последнее находится в виде шариков в той манчестерской лаборатории, на окне которой стоит бюст. Тогда Гэддок вспомнил об одной гомеопатической аптеке в Манчестере с бюстом ганемана на окне, позволил взять оттуда один из содержавших в себе, как-то надобно было полагать, основываясь на словах лекарство больной футляров. Под оставлением футляра он дал его запечатанным в руке Эмма. Подержав его, она в точности обозначила место, занимаемое в нем лекарством. Им оказалась и Пекакуана. Когда ей предъявили одну из пилюль, она определила ее состав молочный сахар, мука и растворенные в винном спирте и Пекакуана и сказала, что в ней искомые лекарства находятся в соединении с двумя другими веществами и еще с чем-то сладким. Лечение больной этими пилюлями увенчалось полным успехом. Усматривание Эммы и присутствие нужных ей веществ в гомеопатических растворах указывает на высокую степень перемещения порога ее сознания. Кроме того, если даже совершенно оставить в стороне вопрос о достоинстве аллопатического и гомеопатического методов лечения, он показывает, что на нас действуют не только аллопатические дозы, но и гомеопатические растворы. Причем вся разница в воздействии их на нас заключается только в том, что когда тогда как действие на нас аллопатических доз приступает порог нашего чувственного сознания, действия на нас гомеопатическим раствором остаются под этим порогом, а это обстоятельство отнимает у нас всякую возможность отрицания гомеопатии. Взгляд, по которому врачебное предписание самнамбулов представляет продукт деятельности, вступающий в область их представления целебной силы природы, получает очень веское подтверждение в том, что являющиеся им в их сне сперва в неопределенных очертаниях образ лекарства, мало-помалу приобретает ясность в последующих их ведениях. Это понятно само собой. Если уже обыкновенный сон наш усиливает растительные функции нашего организма, если магнитическое лечение, увеличивая глубину этого сна, только повышает деятельность целебной силы природы, то из этого вытекает то неизбежное заключение, что возбуждение способности представления целебной силы природы может производиться только постепенно, по мере течения магнитического лечения и соединенного с ним усиления деятельности целебной силы, что следовательно являющиеся во время сомнамбулического ведения образ лекарства может приобрести ясность только постепенно. Ясность внутреннего пробуждения сопровождающих его ведений прямо пропорционально глубине сна и степени имеющего в нем место перемещения порога сознания. Прописав больному лекарство, Августа Мюллер заметила, что способ употребления его приснится и только в следующую ночь. Узрение сомнамбулами лекарства совершается путем перехода от общего к частному. У ясновидящей вольфарта явилось сперва представление воды, содержавшей в себе некоторое количество земли и соли. Затем мало-помалу из этого представления развился образ щелочного и углекислого целебного источника с выдающимися местными его особенностями. и только затем уже было произнесено слово эмс. Очень часто наблюдается то явление, что в данное время самнамбулу ничего не знает о лекарстве, но чувствует, что найдут его в одном из последующих сновидений своих. Значит, в жизни человека во сне имеет место процесс развития, подобный имеющему в бодрестенной жизни его имеющему, когда, как, например, при развитии второго зрения неопределенное чуяние делается ясным видением. Наконец, бывают и такие самнамбулы, которые в состоянии обыкновенного самнамбулизма не видят лекарства, узреваемых ими в усиленном или, как говорят, в высоком самнамбулическом сне. Врач Гейми Кен говорит, что одна самнамбула. Но его вопросы относительно свойства и способа ее внутреннего самосозерцания и прописывания ей лекарств дала следующий замечательный ответ. Все мои члены как будто наполняются светом. Я вижу насквозь свое тело. Все части его кажутся мне прозрачными. Я вижу, как течет кровь в моих жилах. Я замечаю малейший беспорядок в отправлениях того или другого моего органа и старательно думаю о средствах к его устранению. И вот тогда кто-то откуда-то кричит мне, ты должна употребить то-то. Отсюда следует, что внезапное нахождение самнамбулами лекарств представляет результат их внутреннего критического самосозерцания. Отсюда же вытекает еще одно следствие, а именно, что и такое внезапное нахождение сопровождается драматическим раздвоением становиться, так как и при нем внезапно находимое приходит из области бессознательного. Если мы согласимся теперь с таким объяснением возникновения врачебных предписаний самнамбулов, то должны будем априори прийти к заключению, что в том случае, когда внутренняя жизнь их не достигает достаточной степени глубины, не должно иметь место и внезапное нахождение ими лекарств, что значит должны существовать такие самнамбулы, которые, обладая даром внутреннего самосозерцания, не обладают даром прописывания лекарств, что действительно представляет далеко не редкое явление, объяснимое только в том случае, если верно вышеупомянутая теория драматического раздвоения. Такие самнамбулы, у которых способность прописывания лекарств продолжает оставаться скрытой в области их бессознательного, предоставляют врачу полную свободу предлагать им различные медикаменты, и одобряют те из них, кои соответствуют данной болезни. Это служит в свою очередь доказательством того, что, собственно говоря, у таких самнамбулов способность прописывания лекарств не отсутствует, а только остается в области их бессознательного. Точно так, как поступают самнамбулы в последней категории привлечений, поступаем и мы при бессознательном воспоминании. Когда мы не можем, например, вспомнить название какого-нибудь места, то в силу несознаваемого нами существования его в нашей памяти мы относим критически, относимся к последовательным наименованиям различных мест другим лицом и бракуем их до тех пор, пока это лицо не произнесет вспоминаемого нами названия, которое мы за таковое точно же и признаем. Блаженный Августин говорит, что одного мальчика часто посещали видения, в образовании которых не принимало никакого участия внешнее его восприятие, так как они исчезали сейчас же по открытии им глаз. Этот мальчик очевидно самнамбул говорил, что видит двух мальчиков, сообщающих ему о ходе его болезни. Когда врачи стали лечить его согласно предписаниям этих мальчиков, он начал поправляться в своем здоровье и затем совершенно выздоровел. В заключении мы должны сказать следующее. Кто только был свидетелем феноменов сомнамбулизма или телепатии, тот будь более материалист, чем Бихнер или Фонкт, невольно подтвердит слова Гамлета «Друг Горацио есть много вещей на свете, которые не снились нашим мудрецам». Тот должен отказать от своего механического мировоззрения и присоединиться к адептам психизма. Вне к ним хорошенько в смысл приведенных фактов. Человек в глубоком сомнамбулическом сне проявляет такие душевные способности, которые у него отсутствуют в бодрственном состоянии, или вернее находятся в скрытом состоянии. Другими словами, в нашем эмпирическом или чувственном сознании внешнее «я», никогда не проявляются те способности или дары, какие нам приходится наблюдать в сомнамбулизме. Известно, что человек в бодрственном состоянии лишен способности ясновидения или дара предвидения. Чем же можно это объяснить? Когда человек бодрствует, то под влиянием чувственных восприятий внешнего мира выступает на первый план его внешнее «я». В это время он живет исключительно чувственным сознанием, а бессознательная душевная деятельность находится в скрытом состоянии, или, как выражаются психологи, под психофизическим порогом. При погружении же в глубокий сомнамбулизм сон, чувственное сознание ослабляется, так как внешний мир действует на человека слабо или совсем не действует, а выступает на сцену бессознательная душевная деятельность, или все равно внутреннее «я» вследствие перемещения психофизического порога. Вот это бессознательная или вернее сверхсознательная душевная деятельность, и кроются все те чудесные способности, которые нам приходится наблюдать у сомнамбул в глубоком сне, а также в телепатии. В глубоком сне сомнамбулы говорят с воображаемым посторонним лицом, называя по имени и считая его своим хранителем или руководителем. Это, конечно, не более как иллюзия. В этом случае сомнамбулы беседуют сами с собой, вернее, беседа происходит между двумя лицами субъекта. Нужно знать, что трансцендентальный субъект вследствие перемещения психофизического порога. Раздвояются на два лица внешнее или чувственное, внутреннее или трансцендентальное я. Упомянутые и выше чудесные способности человека бесспорно принадлежат внутреннему или трансцендентальному я. Смотри книгу «Среди безбожников» профессора доктора Шилтова Харьков издания 1895 года. Приложение о самнамбулизме Самнамбулизм, собственно говоря, есть древнейшие из известных проявлений месмеризма. Что такое самнамбулизм? Самнамбул. Этимология слова показывает, что это человек, который ходит во сне. Это определение кажется на первый раз довольно правильным, но вскоре мы замечаем, что оно недостаточно общее должно быть пополнено. Самнамбул не всегда ходит и часто совершает такие вещи, которые не менее удивительны, чем ночные прогулки. Попробуем на основании некоторых фактов, наиболее достоверных, выяснить главные черты самнамбулизма. Изучая его различные проявления, мы составим себе понятия его природе и происхождение. Следующий случай произошел в начале этого столетия в Сан-Жан-де-Верже, деревушке в окрестностях Фуа. Госпожа Аджи, о дочери которой автор узнал об этом случае, будучи еще молодой девушкой, прохлопотала однажды целый день, приготовляя накануне местного праздника все необходимое по хозяйству, но, несмотря на все свое старание, она не успела вычистить кухонные посуды. А она ушла спать, рассчитывая встать пораньше, чтобы окончить свое дело. Среди ночи она встает, идет на кухню, собирает все кастрюли в корзинку и несет их на речку недалеке от дома, на то место, где она обыкновенно чистила свою посуду. Вымы в кастрюле, она возвращается домой, ставит их на место и ложится на кровать. Наутро она встает пораньше, чтобы заняться своей посудой, но веет к удивлению, что все уже сделано. За расспросами она обращается к родителям, те отвечают ей, что они слышали, как она среди ночи встала, сошла в кухню, забрала кастрюли, вышла из дому и пошла на реку. А они думали, что уже светает, и она только встала пораньше. Оказалось, что все это она проделала в припадке сомнамбулизма. Приведу еще два случая, рассказанные свидетельницей госпожей С. Хозяйка, у которой квартировала госпожа С. в памье, откармливала своих гусей. К великому ее горе они стали хворать, отказываться от пищи, из-за баих оставались набитыми зерном. Впоследствии оказалось, что никто другой, как сама хозяйка, кормила и окармливала их по ночам в припадке сомнамбулизма. Около того же времени другая женщина в памье, занимавшаяся вязанием шерстяных курток, заметила, что работа ее подвигалась и по ночам. После напрасных розысков соседи ее заметили, что она сама вставала ночью и вязала в своей куртке в совершенной темноте. Из этих примеров мы видим, что помянутые лица сделали сомнамбулами только случайно, под влиянием озабачивающей мысли. Ловкость, которой они выполняли свою работу, показывает, что их члены повиновались внутренней разумной силе, которая руководила ими так же верно, как и та, которая управляла ими в бодрственном состоянии. Когда умственное напряжение, вызывающее сомнамбулизм, имеет место у человека, занятого мысленной работой, тогда замечаются явления еще более удивительные. Ученики встают по ночам, чтобы готовить на завтра уроки свои. Математики находят решение задач, которые накануне напрасно искали. Лица, не занимающиеся поэзией, пишут превосходные стихи и так далее. Физиологические трактаты полны подобных рассказов. Все действия случайных сомнамбул руководятся, по-видимому, самой строгой логикою. Но не всегда бывает так у естественных сомнамбул. Бурдах говорит в своей физиологии, что он они совершают иногда ввести и противные здравому смыслу. И приводит для примера субъекта лично ему известного, который от 18 до 30 лет был подвержен припадкам сомнамбулизму. Однажды утром он увидал себя без рубашки, она оказалась запрятанной в шкафе соседней комнаты. В другой раз этот субъект, надевший сапоги, садился верхом на окно и пришпоривал стену, воображая, что едет верхом. Сюда относятся и ночные прогулки некоторых сомнамбул. Они ходят по краям крыш, перескакивают с одной на другую с поразительной ловкостью. Замечательно, что наяву сомнамбулы ничего не помнят о том, что проделывают во сне, но в следующем припадке рассказывают все, что было с ними в предшествовавшем. Из этих фактов можно вывести следующее заключение. Сомнамбулизм, свободно проявляющийся у некоторых лиц, находится у других в скрытом состоянии. У этих последних он обнаруживается неполным образом, но может достичь и полного развития под влиянием сильного умственного напряжения, нравственного потрясения или иной физиологической причины. Эти проявления частые, но неполные в детстве становятся определённее в молодости, с годами уменьшаются и в старости по-видимому пропадают. Удивительные вещи, совершаемые сомнамбулом, особенно в умственной области, указывают на существование в нём действующей разумной силы, то есть внутренней личности. Эта личность совершенно разница от обыкновенной и местом пребывания своего имеет по-видимому нервные узлы за эпигастрической области. Этим объясняется, почему сам набул не узнаёт голоса самых близких ему лиц и ничего не помнит о том, что было с ним во сне. Личность, которая обнаруживается в самнамбулизме, изобличает разумную силу, равную иногда и выше той же силы в обыкновенной личности. Но она, как и это последнее, имеет своё личное уравнение, свои неясные, слабые стороны. Самнамбулизм происходит от анормального выделения нервного эфира. Разные причины могут вызвать его испуг, умственное напряжение, избыток молодых сил. Словом, всё, что может нарушить равновесие тех физиологических отправлений, коих корень лежит в нервной системе. Когда выделение нервного эфира незначительно, проявление самнамбулизма сказывается неясно, как бы сливается со сном. Но как только выделение совершается в достаточном количестве, так внутренняя личность выступает и самнамбул представляет тогда все черты бодрствующего человека, ибо он имеет в себе руководителя, обладающего всеми способностями разума и движения. Перейдём теперь к обзору явлений. Наблюдаемых в магнетическом сне. Когда нервный эфир, действующий на субъекта, исходит от другого лица, тогда начинается явление другого порядка. Субъект, подвергающийся влиянию магнетических пастов, засыпает, становится ясновидящим и отвечает на задаваемые ему вопросы. Его по аналогии также называют самнамбулом. По выражению это неверно. Таким образом, рядом с самнамбулизмом естественным явился и самнамбулизм магнетический, выражение которое поэтому точно также неверно, но обычай взял вверх, и название это удержалось. Магнетический самнамбулизм был впервые замечен в 1784 году учеником месмера Писигюром. Это открытие, как и многие другие, были делом случая. Садовник Писигюра Виктор раз заболел и хозяин стал его магнетизировать. После нескольких паст, когда глаза у Виктора закрылись, Писигур спросил его, не спит ли он. К великому его удивлению больной не просыпаясь ответил ему и стал говорить с ним о болезни своей, указал зараженные органы и необходимые лекарства. Тогда Писигюр понял, что больной его впал в какое-то небывалое физиологическое состояние, которое он сравнил с самнамбулизмом. Известие об этом открытии скоро распространилось и самнамбулизм сделался предметом всестороннего изучения.